Братья и сестры, слава нашему Господу! Сегодня день воскресный. День воскресный сегодня пред нами. Есть такой хороший псалом, мы поем. Пусть возносится Богу хвала, дарует Он радость отныне в благодатный день торжества. Это день воскресный. Знаете, Господь воскрес для нашего оправдания. И мы воскресли вместе с Господом. И сегодня в новой обновленной жизни вместе с Иисусом живем, верим, трудимся, любим, плачем, страдаем. Но в новой обновленной жизни вместе с нашим Господом и Иисусом Христом. Аллилуйя! Слава Богу нашему! И знаете, это день особенный, день воскресный. Красный день в календаре. А для нас он праздничный день. Потому что для нас небо открыто через воскресение Иисуса Христа. Через воскресение Иисуса Христа мы имеем прощение наших грехов. Через воскресение Иисуса Христа. Нечетна наша вера через воскресение Иисуса Христа. Пусть нас Господь благословит. И в этом собрании сегодня мы будем пребывать в служении пред Господом. И Господь воскресший, Он силен посетить каждого из нас на этом месте. Пусть Он благословит всех, кто сегодня будет участвовать в этом служении. Кто будет петь, кто будет молиться, кто будет проповедовать, кто будет свидетельствовать. Пусть Господь благословит. В Откровении святого Иоанна Богослова с 9 стиха читаю. Я, Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемый Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, Я есмь Альфа и Омега, первый и последний. 12 стих. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и обратившись, увидел семь золотых светильников, а посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченного в падир и по персям, опоясанного золотым поясом. 13 стих. «То пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне, Не бойся, я ес первый и последний, и живой, и был мертв, и все жив во веки веков, аминь, имея ключи ада и смерти». «Был в духе день воскресный Иоанн, страдалец, который страдал за Слово Божие, людьми был от себя отвержен, туда на остров, чтобы он среди людей не был, этот Иоанн. Но когда он был в духе, был с ним Сын Божий, Иисус Христос, который ему сказал, Не бойся, я ес первый и последний. Знаете, он увидел величие Божие, и я думаю, он велико возрадовался от того, что слышал его голос, который говорил ему. Пусть сегодня каждый из нас позаботится о том, чтобы в этот день воскресный быть в духе, чтобы услышать голос нашего пастыря, голос Иисуса Христа. И может быть, он сзади прозвучит, может быть, он не спереди, мы ожидаем его спереди, может, он сзади прозвучит, но он прозвучит, если мы будем в духе. Пусть нас Бог благословит в этом собрании, помолимся, прославим нашего Господа. Отец наш Небесный, слава Тебе! Мы благословляем Тебя в этот день воскресный, Боже! Мы благословляем Тебя, потому что все в руках Твоих, Ты в своих руках держишь этих семь звезд, Ты держишь церкви, Господи, по всему лицу земли, Господь, они в Твоих руках, Господь. Ты есть живой, Господи, в веки веков, Господь, имея из ключей ада и смерти. Господь, Ты великий, слава Тебе! И Ты силен поддерживать тех, кто уповает на Тебя, наш Господь. И мы просим, поддержи сегодня народ Твой в этом собрании, говори к сердцам, Боже, чтобы голос Твой прозвучал каждому, Бог мой, а Ты благослови нас тем, дай нам ту благодать, чтобы нам быть в духе сегодня, Господь, дорогой, чтобы все плотское, оно тошло куда-то назад, кануло в бездну, Господи, но мы пребывали в вере, в любви и в надежде, Господи, благослови проповедующих, поющих, молящих, слушающих, свидетельствующих, благослови! Да будет Тебе вечная слава, Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой! Аминь! 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 сон и тьма а 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 ты всегда-всегда со мной. Ночью и днем, мой Господь, лишь на Тебя надеюсь я. Ближе Тебя на свете нет, нет перемен, мой Бог, Тебе. Тот же всегда вчера, сегодня и вовек. Ты дал мне будущность и мир, Ты свой завет всегда хранишь. Моя скала, могучий Бог, Тебе хвала. Моя надежда, Ты мой Бог, Ты дал мне мир среди забор, И знаю я, Ты всегда верен мне. Мой сворьбит слава труд меня, Смотрю на мир без страха я, Признаю я Ты всегда, всегда со мною. Ночью и днем, мой Господь, Лишь на Тебя надеюсь я. Ближе Тебя на свете нет, Нет перемен, мой Бог, к Тебе. Тот же всегда вчера, сегодня и вовек. Ты на мне будуч на степи, Ты свой завет всегда хранишь. Моя скала, могучего Тебе хвала. Моя скала, могучего Тебе хвала. Моя скала, могучего Тебя хвала. Моя скала, могучего Тебя хвала. Ты всегда сленает твою, Субтитры делал DimaTorzok 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 You are my hiding place You always fill my heart With songs of deliverance Whenever I am afraid I will trust in You I will trust in You Let the weak say I am strong In the strength of the Lord I am strong in the strength of the Lord I am vibrant You never find me I'm strong in the strength of the Lord I am strong in the strength of the Lord I need a light of fire I may hasten you ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 исполнять своего предназначения, доставлять человека с одной точки в другую точку города или страны. И также скиния собрания не смогла бы исполнять своего предназначения. И вот если мы теперь обратимся к Новому Завету, посмотрим на церковь, и мы можем себе задать такой вопрос, а что играет роль огня в церкви, то, что играл огонь в скинии собрания? И на этот ответ мы можем сказать, не что, а кто. Ту роль, которую исполнял огонь в скинии собрания, в церкви Иисуса Христа исполняет Святой Дух. И если мы обратимся сейчас к Священному Писанию и посмотрим, что Писание говорит о роли, там, конечно, много мест Писания, я всего лишь некоторые и выбрал, мы увидим, что Дух Святой вообще, какую роль Он играет в Новом Завете. Что касается жертв, давайте посмотрим, что Писание говорит о жертве Иисуса Христа. Евреям 9,14. То коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу. Самая основная жертва всего человечества, она была принесена Духом Святым. Дух Святой был, ну, как тот огонь, который вознес эту жертву благоприятную нашему Богу. Если мы посмотрим на наши жертвы, на нас самих, что мы пришли к Господу, мы можем увидеть римлянам 15 глава, 15-16 стих, говорит Павел, «Но писал вам, братья, с некоторой смелостью отчасти, как бы в напоминании вам, по данной мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священодействие благоуствования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». Мы видим, опять же, роль Святого Духа, ключевая роль. Только через освящение Духом Святым мы являемся благоприятной жертвой нашему Богу. Если мы посмотрим и сделаем сравнение тех курений, которые были возносимы в скине и собрании, мы можем обратиться к Откровению, 8 главе, 3-4 стих. «И пришел иной ангел и стал преджертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом, и вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Богом». Мы видим, что прообраз этого фимиама – это на самом деле молитвы святых в Новом Завете. И мы видим, что Иуда в своем послании 20 стихом говорит, «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». Мы опять видим, что те молитвы, которые мы приносим, они могут возноситься к Богу только через Духа Святого. Эту же самую мысль, что говорит Иуда, Павел также говорит в 8 главе, 26 и 27 стихом. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными, и испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей». Итак, мы видим, опять же, ключевая роль Духа Святого в наших молитвах. Если мы обратимся к тому свету, который был в Скинии собрания, освещал это помещение, и посмотрим, что могло бы это значить для нас в Новом Завете, в Священном Писании. Мы можем прочитать 118 Псалом, 105 стих. «Слово Твое светильник ноге моей и свет стезе моей». Но есть одно «но». Слово то является светильником для нашей ноги, но какая польза от светильника, если там нету масла? Мы знаем, что для того, чтобы горел огонь в светильнике, нужно, чтобы там было масло, нужно, чтобы было что зажечь. И мы видим, что без Духа Святого ту книгу, которую мы носим, Священное Писание, это просто бумага и чернила. Это Дух Святой, который открывает нам Слово Божие, которое оживляет для нас. И об этом апостол Павел писал 2 Коринфянам, 3 глава, 3 и 6 стих. «Вы показываете собой, что вы письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». И 6 стих. «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит». Если бы у нас была книга, которая просто бы оставалась бы книгой, она никогда бы не смогла поменять ни одно сердце, она никогда бы не смогла не спасти одного человека. Но так как это Слово, которое мы имеем, оно было написано, и апостол Петр об этом говорит, что люди, движимые Духом Святым, они писали это Слово. И Дух Святой через это Слово к нам обращаясь, говорит, оно оживает для нас и оживляет нас. Итак, мы видим, что даже и в притче о десяти девах, разумных и неразумных, светильники все взяли, но не у всех был достаток этого масла. И последний момент, что касается хлеба во святилище, мы можем практически сказать то же самое, что мы сказали о свете во святилище. Это Слово Божие. Но Господь Иисус, уходя, оставляя своих учеников, интересно здесь можно просмотреть, когда Иисус Христос пришел на землю, с неба был глаз от Бога. «Сеи, Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Но когда уходил Христос от этой земли, Он тоже сказал, что придет другой, которого мы должны слушать. Это записано Иоанна, 14 глава, 26 стих. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит все, что Я говорил вам». И 16 глава, 13 стих. «Когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Наша духовная пища, которую мы получаем через Слово Божие, мы ее получаем только, когда Дух Святой говорит к нам через Писание. Да, Дух Святой может говорить через откровение, через пророчество, но главным образом Дух Святой говорит через Священное Писание. Когда Священное Писание касается наших сердец, обличает нас, питает наши души и производит в нас свою работу. Я думаю, что это достаточное подтверждение, чтобы увидеть, что ту роль, которую исполнял Огонь во святилище, во скине собрания, исполняет в Новозаветной Церкви Святой Дух. И я к чему это все хочу вести к главному моменту моей проповеди сегодня. Писание, видя ту ключевую роль, которую играл Огонь в Старом Завете, Дух Святой в Новом Завете, насколько серьезным преступлением является то, когда человек, может быть, попытается подделать этот Огонь или подделать движение Святого Духа. Это главный вопрос сегодня моей проповеди. Я хочу сегодня продолжить ту тему, когда я некогда давно уже начал, о поклонниках, которых не ищет себе Отец. И вы помните, в прошлый раз мы смотрели на царя Озию, который решил поклониться Богу с огромной гордостью в своем сердце. И мы видим, как закончилась его жизнь. До этого мы смотрели на человека по имени Оза. Мы только знаем о нем, потому что Бог поразил его. И мы смотрели на то, что когда человек теряет благоговение в поклонении Богу, это Господу не угодно. И мы видим его конец. Мы также смотрели на Каина, который, приходя при лицо Божие, решил положиться не на жертву, которую Господь усмотрел того Агнца, но на свои дела, на свою праведность. И он был отвергнут Богом, потому что к Богу никто не может приходить со своими достоинствами. И, наконец-то, основная или первая тема была о том, что поклонение – это все то, что мы делаем во имя нашего Господа Иисуса Христа. А мы должны все делать, как для Господа, во имя Господа. Поклонение не ограничено только каким-то определенным стилем пения или какой-то музыкой, а все остальное – это что-то иное. Все. Даже то, что мы слушаем проповеди, каждое воскресенье на каждом служении – это является поклонением нашему Господу. И вот сегодня я не хотел, чтобы мы посмотрели на двух других людей, ихними имена – Надав и Авиуд. С чем ихними имена связаны? И думаю, многие из нас знают, с чем связаны ихними имена. И в Священном Писании мы можем увидеть, что не раз Господь, принимая жертву от рук человек, посылал сверхъестественный огонь от себя. Им не нужно было его поджигать. И я просматриваю, может быть, я где-то что-то упустил, но я нашел пять, или если считать Авраама, шесть раз, когда Божий огонь не сходил, чтобы пожрать жертву. В случае с Авраамом, это было, когда он рассек зверей на две части, и Господин огонь прошел между ними. Также был случай с Гедеоном, когда он принес кушание ангелу, и огонь вышел из камня и пожирал эту жертву. Мы видим в случае с Давидом, когда он согрешил в перечислении народа, и Бог стал поражать народ израильский, и ангел уже простер свой меч над Иерусалемом, Давид идет и приносит жертву там, где ему указал Господь, и огонь Божий снисходит на эту жертву и принимает ее. Мы видим также это, когда Соломон открывал храм, и он совершил эту длинную молитву, которую мы читаем. Написано, что огонь Божий снисшел и также пожрал эту жертву. И, конечно же, самый известный случай, это случай пророка Илья, когда он бросил вызов пророкам Вааловым, и огонь Божий снисшел на его жертву. Но я сегодня хотел обратиться к самому первому разу, когда огонь не шел на жертву на жертвеннике. Это записано Левитом, 9 глава, 22 стиха по 10 главу, 2 стих. «И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех всесожжения и жертву мирную. И вошли Моисей и Аарон в скинью собрания, и вышли и благословили народ. И явилась слава Господня всему народу. И вышел огонь от Господа и сжег на жертвенники всесожжения и туг. И видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лице свое». И заметьте, что сразу же следующая глава начинается с этих слов. «Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чужды, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они при лицом Господнем». Трудно понять, почему решили сделать так «Надав и Авиуд», когда только что, буквально, ну не знаю, может быть, здесь несколько дней прошло, несколько времени, но только что вышел огонь от Господа и пожег эти жертвы. Господь показал, что Он принимает эти жертвы тем, что Он послал свой огонь. И этот огонь должен был там гореть, этот огонь должен был впоследствии использоваться во всей скине и собрании, для всего. Трудно понять, почему эти два мужа решили, что они могут принести огонь извне, чтобы служить Господу. И здесь мы видим ответ на тот вопрос, который я поставил пред нами, насколько серьезно является то, когда человек приносит что-то чуждое, какой-то чуждый огонь в церковь, в народ Божий, в народ израильский в то время. Это смертельно серьезно. Есть одно местописание в Старом Завете, которое также является прообразом Духа Святого. Это записано в исход 30 главы, 34 по 38 стих. Это говорится о курении. «И сказал Господь Моисей, возьми себе благовонных веществ, стакти, ониха, халвана, душистого и чистого ливана, всего половину, и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав, стертый, чистый, святой. И истолки его мелко, и полагай его пред ковчегом откровения в скине и собрании, где я буду открываться тебе. Это будет святыня великая для вас. Курение, сделанного по всему составу, не делайте себе. Святыню да будет оно у тебя для Господа. Кто сделает подобное, чтобы курить им, истребиться из народа своего». Мы видим еще один прообраз Святого Духа в скине и собрании, и он также наказуем смертью, если кто-то пытается подделать его, что-то сделать, нечто похожее для себя, где-то дома, воскурить. И я сегодня хотел, чтобы мы обратили наше внимание на то время, в которое мы живем. Вы знаете, сейчас очень распространено, очень стало модно подделывать действия Святого Духа в Доме Божьем. Я думаю, для этого не нужно мне вас убеждать посмотреть на современные церкви и на ту, ну, the direction they're going in, направление, в котором они движутся. Интересно, что, как правило, конечно же, всегда есть исключение, как правило, это помещения темные. Церква почему-то стали темными помещениями. Конечно, на сцене там может быть всякие разные цвета, какой-то свет. Как правило, это украшенные такие сцены. Как правило, это очень сильная музыка, которая манипулирует эмоции человека, которая пытается создать определенную атмосферу. Некоторые машины, некоторые церкви даже имеют машины, которые пускают дым. Как один пастырь сказал, это слава Господне, это облака. И для чего это все делается? Вопрос. Для того, чтобы потом сказать, что то, что человек пережил в этой атмосфере, это было действие Святого Духа. И чтобы человек приходил и думал, что вот то, что здесь происходит, те эмоции, та атмосфера, которая создается чисто человеческими методами, она была представляема как действие Святого Духа. Я хочу прочитать одну цитату из христианской одной книги. Она называется соревнующиеся зрелища. Она говорит о том, что как церковь стала соревноваться с этим миром, кто может показать лучше зрелища и привлечь к себе больше людей. Я прочитаю по-английски, а потом переведу в общих чертах на русский язык. Что этот человек здесь говорит? Он говорит в мире, который привязан к зрелищам. Насколько мы должны идти в наших церквях, чтобы привлечь их? Какие зрелища мы должны здесь устраивать в Доме Божьем, чтобы сделать Дом Божий удобным для людей этого мира или привлекательным? И он говорит, что если мы привыкли к обстановке, где Бог не является, то, конечно же, мы должны сами что-то придумать, чтобы заместить отсутствие присутствия Божия. Почему люди нелегально принтуют фальшивые деньги? Потому что заработать их честным трудом намного-много сложнее и труднее. Нужно приложить усилия. И вы знаете, чтобы присутствие Духа Святого находилось в церкви, это тоже чего-то стоит. Иногда очень дорого для нас стоит, и мы не готовы платить эту цену. И вы знаете, что многие церкви, многие христиане, им легче заплатить сотни тысяч долларов на аппаратуру, на светомузыку, на еще что-то, чем смириться пред Господом, чем принять те требования, которые Дух Святой ожидает от церкви, чтобы являть свою силу и славу. Потому что иногда мы забываем, что Дух Святой это не просто какая-то сила, как электричество, и мы можем ее выработать и потом ей манипулировать как нам угодно. Дух Святой это личность, и Он может нам представлять свои требования, Он может нам говорить свои обличения, Он может нас наставлять и направлять и говорить, что Он хочет от нас. Он может даже нас заставить ожидать. И мы в ожидании, в смирении приходим и очищаемся, молимся и просим Господи, яви свою свалову. Но ни в коем случае нельзя прибегать к тому, чтобы по долгам ожидания и мы говорим, ну не является Господь. Помните, как израильтяне, которые сказали, мы не знаем, что с Моисеем, Аарон, сделай нам истукан, сделай нам идола. И начали поклоняться идолу. Нам ни в коем случае нельзя так делать. И опять же, как я сказал, что для многих это является слишком большой ценой, поэтому они прибегают к таким методам. Но кто-то скажет, это харизматы, у нас такого нет. Вы знаете, я много раз, как человек, который еще не крещен Духом Святым, был много раз на ревнительских молитвах и к моему удивлению несколько раз на молитвах, когда за меня молились братья некоторые, мне говорили, ты повторяй быстро, Аллилуйя, Аллилуйя, и потом у тебя язык начинает заплетаться, и вот ты получишь крещение Святым Духом. Или какое-то еще слово, или крести, или что такое. И меня это очень смутило, я думаю, что это можно с уверенностью сказать, что это не библейское крещение Духом Святым, это подделка. И я думаю, что многие, которым так сказали, что вы получили крещение Духом Святым, они впоследствии разочаровываются, видя, что это фальшь. Знаете, в наших церквях может тоже так бывать, что проповедующий брат может сказать, Дух Святой на этом месте, я чувствую, а посмотришь в церковь, может быть, полцеркви спит, и задается вопрос, о чем ты говоришь, брат? И знаете, очень важно, очень важно не впасть в это искушение. И если нету присутствия Духа Святого, задаться вопросом, а почему, а что нам нужно сделать, а что нам нужно исправить, а как нам нужно смириться пред нашим Господом. подделка Святого Духа является мерзостью пред Богом, но она также имеет другое, одно очень серьезное последствие. Я хотел сейчас проиграть нам один видеоклип, он всего лишь четыре минуты. Этот канал, он был создан людьми, которые оставили церковь. И на этом канале они объясняют, почему они оставили церковь, какие у них были сомнения, какие у них были причины. И это видео я еще мне брат один прислал с нашей церкви много лет назад. И слушая его, я просто думаю, что он очень относится к этой теме, о которой я сегодня говорил. Опять же, это по-английски, я в общих чертах потом смогу перевести. Пожалуйста, проиграйте его. Я вели в субербах Метро-Детройте, Мишаиан. Мои родители были очень активны в церкви. Мой отец учебный, я веду worship за 30 лет. И моя мама Том был за декабрь, и все мои брюши. Да, вполне стереотипно, просто вот так, очень консервированно. Очень, 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 очень христиан, как это было реальнее, потому что там было ничего, не было ни разу, ничего не против, ни какого-то, это просто христианство, семья, христианство, школы, что я взяла лично, и тогда я была тосоциальными людьми, и я тосоциальными людьми. Продолжение следует... So I go to this Christian camp every year, and there were a couple instances where we would be worshipping and we'd be doing it for long enough that you would start to feel sort of sensations. I think that pretty much every time that I went to that camp, by like day four or five, you really start to get some sort of emotional buildup, and that was interpreted as the realness of God or the Holy Spirit. And that really started to shake things because I realized that my connection was with music mostly, that I could give a similar sensations from going to a secular show that I could go into worship. And to have that foundation start to be shaken by, oh I can get the same sort of feelings from this other source that has nothing to do with this entire belief system in God, that really started to mess with my head a little bit. The thing with playing drums when you're doing worship service is that you really control the emotion and the tempo and the drive of the song. You're the backbone of the music. And from my perspective, looking out to everybody worshiping, if I can tell that not a lot of people are really feeling into the spirit of the Lord, if I can raise that level by just playing more intentionally and with more dramatic effect and making the crescendo more intense, I can actually get more hands in the air. And I think that also was a pretty big part of it too. It was like, oh shit, I can kind of control this a little bit. It's not so much like, I don't even have to feel like God is working through me. I can just do this with no feeling of spiritual influence at all. I can just make people worship more. That, I think, really started to mess with my interpretation of what being on the other side of worship was like. You know, because then I would be in the stands worshiping, and I would think those thoughts like, okay, how much are these people who are leading us in worship aware that they're kind of just like controlling my emotions? That, compounded with the Sigur Rost experience too, was like, really shook that foundation pretty seriously. It's also one serious effect of a false or a false fire. It's a surprise of people's frustration. It's about whether God is the truth or not. And in this clip he said, that besides some of his doubts that each person has, he said, that the key moment in his life was when he went to a rock concert, a music music group, he said, that he felt like there were the same feelings that he felt like there were in the church in the church. And he said, that he then understood, that it was for me the key moment, because he said, that he knew that he needed to be something that was related to God, to be able to experience those feelings. And he said, that he was barabansk in their church, and then he said, that he said, that he said, that he said, I'm not sure how the Holy Spirit is going to be in the church. He said, that if I see that many people who are coming to the church, all that I need to do, it's to play a lot on the barabansk, and people start to come to the church. And he said, that he said, that he said, that I am to ask myself this question, that when I sit on the skamines and other people who are doing the prosely, how they know, that they are going to manipulate my emotions, and manipulate my emotions, what happens in my heart. And he said, that he said, that he said, that he doesn't need to be able to feel, that God uses me or something else, to be able to manipulate people. And so we see, that the church is, first, that it is in the midst of God, when we try to copy, to imitate the действия of the Holy Spirit, but also it really влияет on people who then, maybe, вкусив немного того, что происходит в этом мире, они понимают, что те мирские люди, они намного профессиональнее могут сделать то, что церковь пытается скопировать как-то здесь, в Доме Божьем. И в заключении моей проповеди, братья и сестры, я думаю, что нам, живя в это время, когда столько есть много ложного огня в этом мире, как важно нам ревновать о том, чтобы огонь Святого Духа, он сходил на наш церковный жертвенник, чтобы на этом месте, как было написано в Старом Завете, чтобы он постоянно горел, чтобы он не угасал, чтобы те молодые люди, которые вырастают в нашей церкви, чтобы они никогда не могли сказать, как этот человек, что это просто были эмоции, но и просто кто-то манипулировал. Но как Павел пишет в Коринфянам, что говорит, даже если зайдет человек к вам с мира, он пойдет вниз и скажет, истинно с вами Бог, чтобы каждый из нас, мы могли сказать, что истинно с нами Бог, что я переживал действия Святого Духа в моей жизни. И как я изначально начал с этого горящего куста, сложным огнем получается очень естественно. Сгорает куст, и огонь тухнет. Прекращается музыка, и человек уходит в разочарованные церкви, потому что он порадовался 5 минут, 10 минут, пока шел какой-то гимн, какая-то была создана атфанцира, а потом вышел из церкви, а все проблемы те же самые, грехи те же самые, сомнения те же самые, ничего не поменялось. Братья и сестры, Дух Святой, огонь Святого Духа действует не так, он никогда не гаснет, его нельзя потушить, ну, какой-то музыкой или как так сказать, ему не нужно какое-то внешнее, чтобы он продолжал гореть, что-то внешнее, потому что это Бог. Он не требует от нас или не нуждается, чтобы мы что-то создавали своими руками. Мы просто должны полагаться на Него в смирении, в ожидании действия Его благодати. И последнее место Писания я буду читать, и мы идем к молитве. Апостол Павел писал Коринфином 2 главе, 11 главы, 4 стих, как бы укоряя Коринфин. Он говорит, «Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного Духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». Он говорит, «Если бы Иван принес что-то другое учение, другое действие Духа, то вы бы как бы толерантно, если можно таким современным языком сказать, относились к этому». И он дальше описывает о том, что, конечно, здесь Сатана являет себя, или принимает на себя вид Ангела Света, и служители Его. И вся эта глава идет как предупреждение о том, чтобы не быть обманутыми. И вы знаете, Христос, предупреждая о последнем времени, больше всего Он предупреждал о ложных учениях, о ложных действиях, о ложных Христах. И опять же, в нашей молитве, давайте мы просто будем просить Господа, чтобы в нашей Церкви, на нашем жертвеннике всегда горел истинный огонь Святого Духа. Аминь. «Слава Тебе, Господи, что будет имя Твоему слава и величие и поклонение. Ты достоин, Господи, чтобы Тебя чтили. Ты достоин, чтобы Тебе воздавали славу. Ты достоин, Господи, чтобы Тебе единому, Боже, была пола. Ибо никто иной не может принимать славу, а только Ты, Господи, Боже, можешь принять славу. И за что из нее принять, Господи? Потому что Ты есть Господь и Царь над всеми царями. Слава Тебе! Жизнь мы, Господи, чтобы мы спасли. И дал нам будущность и надежность, Господи. Слава Тебе, чтобы мы сегодня можем, мы вновь можем, 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 мы идем и дужим, чтобы мы можем возвращать Господь. Господи, мы должны, чтобы нам, чтобы мы несли, что мы, Господи, чтобы мы жили жизнью достоин, Господи, чтобы люди вокруг нас видели нас. Мы могли прославить Тебя Богом. Ибо Ты есть Господь, Ты есть Санкарей, и Господь, Господь, Господь Божий, благослови Господь, Божий, я и дома, и мы не встали, Господь, и покажи Мы Своим Чемсием, и Господь Божий, чтобы мы были, Господь, и я влящи, покажи, что у нас есть Господь, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Наш дорогой Господь Иисус Христос, мы благодарим Тебя, что Ты не оставил нас сиротами, Ты послал Духа Твоего Святого, который ведет нас, Господи, который является нашим утешителем, нашим путеводителем. Господь Иисус Христос, мы нуждаемся в том, чтобы сила Твоего Святого Духа, она сходила сегодня на наше служение, на наши сердца, Господь, чтобы этот огонь, Господи, он горел на нашем церковном жертвеннике, Господь, чтобы жаждущие, Господи, обремененные могли приходить на это место и получать реальное освобождение, Господи, от Твоей руки, Господь. Мы просим Тебя, чтобы Ты сохранил нас, Господи, от искушения как-то подделать Твою благодать, Господь Иисус, подделать действия Твоего Святого Духа, Господь Иисус, чтобы Ты сохранил нас от лжеучения, от лжедействий, Господь Иисус, но чтобы наши дети, наша молодежь, Господи, каждый из нас, находясь, Господи, в Доме Твоем, мы вкушали, Господи, реальную силу Святого Духа в нашей жизни, Господь, чтобы никого из нас никогда не возникло сомнений, Господи, о том, был ли это Ты, Или это просто была манипуляция наших эмоций? Господь Иисус, я Тебя прошу, являй, Господи, свою силу и славу на этом месте, а мы Тебя за все прославим, возвеличим имя Твое. Тебе за все добудет слава, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле. Как и на небе, хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава по веки. Аминь. Сейчас гости, пожалуйста, пение, после чего будет свидетельство, а также потом сестра Вива расскажет стих. Слава Богу, Церковь. Мы из Фонтан-Облайфа, Церковь, Источник Жизни. И мы очень благодарим за эту возможность быть с вами. Сегодня мы хотим поделиться о чем Христос сделал в нашей жизни. И мы хотим поделиться о чем Христос сделал в нашей жизни. И дать Богу славу через песнопение. The song that we're going to be singing is called Amazing Grace. What I love about this song, Amazing Grace, is that it captures the essence of the gospel. Она говорит о Евангелии. Where each and every one of us was lost. We were lost in our sins, separated from God forever. But Jesus Christ has come. Но Иисус Христос пришел. To seek and save the lost. Чтобы найти и спасти потерянный. Praise be to God. Слава Богу. And may the song be for His glory. Amen. 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 Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost. I once was lost, but now I'm found. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I'm seen. T'unить loss. It was grace that taught my heart with gold and what my God is leveraging. So that with the grace of my God within my heart with. Субтитры создавал DimaTorzok 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 You'll be forever mine You are forever mine Praise God The rest will be in English I apologize But I promise it will be easier for everybody Today I have the privilege of sharing my testimony About how God saved me But much more than saved me about he gave me a purpose in life And what he has done since My family moved to Chicago when I was seven years old My family were unbelievers And where we moved to Chicago There was very few Russians around And so when I went to school I didn't really speak the language And from the very beginning I felt like I did not fit in And so from a very young age I was searching a place where I could find love I wanted to be accepted A place where I could just be at peace When I was about 10 years old My parents repented and we began to go to a Slavic church And I was so excited I thought finally I'll find a place where people are just like me Sadly it's not how it worked out Kids are mean When I came to that church A lot of the kids They looked at my parents like You just repented You're first generation Christians All the people in the church They were all related to one another And they've all been believers for generations And so I thought I finally found a place where I'd fit in Yet instead I found another place where I was rejected Now that I look back on it Maybe it wasn't such a strong rejection from them But that's how I felt inside Eventually this rejection Led me to the wrong crowd at school And I began to fall into sin It started with smaller things And it progressed Eventually by the time I was 16 I was in full-blown drug addiction Now I'd love to tell you that Very quickly I repented And I went back to God But that journey took me six years And in those six years Awful things had happened And I did awful things For the sake of time I don't want to go into them I don't want to rehash them But I think we all know people Or family members That have been in addiction And we ourselves know The things that that addiction Can make a person do In those six years I went to different rehab centers I tried different ways To find freedom Christian ones Non-Christian centers I tried very many different things And when I was 22 years old The point of my life I felt like At this point of my life I felt like I would never find freedom In my heart I had accepted that I would either die Or end up in prison There was no hope for me I was At that point I was perfectly okay If I didn't wake up In the morning The next day And That's when my mother Approached me When I was at my lowest point I had court dates And they were threatening To lock me up If I didn't go to rehab again And my mother said There's this new center That opened up here It's called God will provide And in my head I was thinking Oh no I know what that means It's going to be Six to nine months I can't do it But something Something inside Drew me Just to say yes Obviously I did not want to go To jail either But I could have Taken the easy route And gone through Some 30 day program That they offer In Illinois Eventually I go into the center And right away I knew something Was very different About this place It's not a lockdown facility Where they have people Walking around In lab coats And a security gate It's a normal house With what looks like To be normal people Inside of it And I began to talk To the people there And who I thought Were just the other students Or the other Rehabilitants there They were actually The leaders They were people That From a year To two years ago They were in the exact Same place Where I was at Yet They looked To be some of the Happiest People I've ever met In my life They were full of Joy And peace And I wanted that joy I wanted that peace Within two days I was renewed In the gift Of praying in tongues I felt my heart Completely soften For the six years That I was in addiction All I wanted to do Was to disprove That God existed Because I felt So much conviction But in two days Even less In about a day God completely Healed my heart And there was a miracle I should have went Through horrible Withdrawals But I never Withdrawal For a single day There And that was a really big sign For me That this is where God wanted me to be That was eight years That was eight years ago September 2014 So in a couple months It will be eight years And the path that God Has taken me on Since then Has been nothing short Of miraculous I could stand up here For eight hours And tell you about All the different testimonies That God has done In my life And friends I do not say this To brag about Anything that I have done I say this Because I give glory To God And what God Has done in me And through me Eight years ago I was the person That you avoided In the parking lot I was the person That you You did not want To run into And it is only Through the glory Of God That I am Where I am today Standing before you I stayed at the Rehab center For sixteen months Five and a half months I was on the program And then they asked me To stay and serve I remember When I was younger I always told myself If I ever found Something that I love To do I would do it For the rest of my life And I always thought Oh like What kind of profession What is it going to be That I am going to be doing Am I going to go into Sports Or whatever it might be But now I realize No God implanted that In my heart From a young age Because he had A plan for me And so after I Finished serving At the center I came to the Missionary school Here in Portland I had all this desire To go out On missions But the leaders Had different plans They asked me To stay and serve I told them Okay I will Commit to six months Two and a half years Later I was still Serving at that Missionary school At that missionary school I met my beautiful wife I apologize She is not here She is with Our one year old son We ended up Getting married And we were able To stay here In Portland Even though I am From Chicago She is from Federal Way But we were able To stay here Because we have Built such a good Community here The brothers At our church Praise God For them They opened up Opportunities for us To stay and serve At the church And I am so grateful That I live Through what I live Through because God has done So much And completely Changed The way I look At life But I do not Wish For anyone To go through What I had To go through Maybe there are Some young people Here today I just want To tell you That God Has a plan For you I thought That there was No joy In being a Christian The best years Of my life Were being a Christian And being a Christian There is so much That God Can open up For you Thank you Brothers and sisters I just wanted To share One verse Before I finish John chapter 8 Verse 31 And 32 Then Jesus said To those Jews Who believed him If you abide In my word You are my Disciples indeed And you shall Know the truth And the truth Shall make you free Тогда сказал Иисус К уверующим В него Иудеям Если пребудете В слове моем То вы истинно Мои ученики И познаете Истину И истина Сделает вас Свободными The key in that Is if you abide In my word Ключевая фраза Если вы пребудете В слове моем So friends Let's abide In his word Друзья Давайте пребудем В слове его And find ways To serve him И будем искать Путей Как служить ему Thank you for your time Спасибо за ваше время God bless Благословение Брат Ваня На часы смотрит Постараюсь Не задерживать Дорогие друзья Христовы Чтобы подтвердить Что вы дорогие Вот своей Библии 20 лет Это не где-то В старых письмах Я нашел А это Дуплет И он Нет Это не этот Не этот Это Не этот Вот здесь Вот Друзья Христовы И числицы Я посмотрел На число Это Второе То есть Февраль месяц С 4 по 10 февраля То есть Больше 20 лет Друзья Христовы Прежде всего Благодарю Служителей Что До конца Они Заботились О моем Отце О его Жене О моем Тесте Посещая С клевопреломлением И мы имели Здесь Вы предоставляли Возможность Похоронных Служений До сих пор Жива Мама Моей Жены И И так же Заботитесь Извиняюсь С кем я на ходу Просто поприветствовался Потому что Спешил А сейчас Я вас всех Приветствую Что привело Нас С группой Молодежной Это одна из групп Отчего пения Нашего Давид Руководитель Молодежи Влад Он Который Свидетельствовал Он Дьякон Нашей церкви Прошел Путь От Нуля И До служения Пусть Бог И дальше Благословит Его прекрасную Семью Жену Дочь Пастыря Винницкой Церкви С Сиатла С Федералуэй Вернее Пусть Бог Благословит И таких И таких Много Братья и сестры По всем Штатам По многим Штатам И даже За пределами Штатов В служении Тех Кто когда-то Был отвержен А сегодня Они Служат Господу Слава Богу 17 лет Назад Открылся Центр Реабилитации Впоследствии Вот 15 Исполнится Уже 17 лет Как Церковь Открылась Источник Жизни Все время Мы находились В рентах И Что такое Рент Это Значит Вот У нас Сегодня Хлебопреломление Я везу Когда Если мы В славянской церкви Рентуем Это накладка Одни и те же праздники В одно и то же время Нет возможности Для тренировки И сегодня Даже Вот Просили Братья Что Если возможно Здесь приехать Заранее И потренироваться И потренироваться Но Не буду Плакаться Все это Было бы Переносимо Братья и сестры Если бы Так легко Было найти Рент Мы потеряли Рент Из-за Этого Ковита И Во время Этого Обращались Во многие Церкви А чтобы Найти Рент Но Нам Везде Отказывали И Только Уже По Навязчивому Настоянию Нас пустили В дорогу До Бога И На полгода Но это уже Длится полтора года И Мы усиленно Искали То чтобы Купить Здание Для наших Собраний И Мы Нашли Оно от нас Уходило Сейчас обратно Пришло Вот Несколько Было Потерь Зданий И мы Мобилизуем Все силы Чтобы Приобрести Это здание К членам Нашей церкви Мы обратили Чтобы С каждого Члена Был взнос Две тысячи Кто Может Эквати Сняли Со своих Домов То имущество Которое У нас Есть Также Мы Делаем Так Чтобы Можно Было Снять С этих Домов Эквати И Приобрести Это Здание И Чтобы Мы Имели Возможность Служить И Дальше Теми Служениями Которые У нас Библейская Школа У нас Два Периода Зимних То есть С августа По декабрь И с января По май Это Старше 18 лет И В летний Период Чтобы Чтобы Дети Не Бегали По Улице Подростки Вот Сейчас У нас 60 Человек Подростков Которые Занимаются Библейской Школе Миссионерской Школе Два Месяца Период И В этом Году Большой Набор Был И поэтому Открыли Филиал В Тексасе Там Тоже 30 Человек Около Этого И Это Все Для Всех Церквей Нашего Региона И Со многих Штатов Мы Служим Для Всех И Сегодня Мы Обращаемся Ко всем Церквям Чтобы Помогли Наконец-то Нам Пусть Господь Благословит И ваши Сердца Расположением Я Разговаривал С Братом Ваней С Братским Советом Вашим И Конечно Нужно Расположение Членов Церкви Я Не хочу Перебивать И Мне Брат Ваня Предупредил Что не будет Сделан Сбор Не хочу Перебивать Брата Павла Вот Но Обращаюсь К вашей Церкви Чтобы Какую-то Сумму Вы могли Нам Безвозмездно Помочь И Что-то На год Одолжить Беспроцентно Для помощи Приобретения Этого Здания Пусть Господь Благословит Ваши Сердца Расположением В свое Время Когда Приобреталась Первая Церковь Друзья Христовы То Мы Вносили Свой Вклад Для Ее Приобретения И Нельзя ли Друзьям Христовым Дорогим Друзьям Христовым Сегодня Послужите Нас Я Надеюсь На ваше Расположение Сердец Расположение Сердец Служителей Пусть Бог Вас И дальше Благословит В этом Прекрасном Здании Сделать Все Те Ремонты Которые Необходимы Вам Дальше Но Так же И Помочь Чтобы Положить В протянутую К Вам Руку Да Благословит Вас Господь Благодарю Братья Всех Приветствую Слава Богу Что я могу Быть В этой Церкви Видеть Друзей Видеть Всех Братьев Сестер Слава Богу Я Конечно Из семьи Православной Церкви Мы Мои родители Очень были Православные Нас В детстве Водили Нас В церковь Мамочка Рассказывала Как любить Господа Вы знаете Бог Явил Милость Мамочка Моя Уверовала Послал Брата Может быть Кто-то И знает С Украины Кирилла Степановича Мамочка Уверовала И мы Уверовали Папа Был Гонитель Избивал Маму Колодец Тащил Утопить Но Бог Послал Соседа Прийти Воды И Бог Спас Не допустил Слава Богу Мамочку Удали И все Наши Вернулись И мы Увидели Слава Богу Мне было тогда 13 лет Когда мамочку Забрали Папа Гонитель был Запрещал Ходить Но Слава Богу Я любила Господа Мамочка Молилась За нас Я уходила В лес Я уходила В сарай В огород Молиться Слава Богу Бог дал Устоять Славлю Господа Что на этот Час Я могу Еще жить Мне 87 лет Вот будет Скоро Слава Богу Деток Мне дал Бог 16 Мой муж Тоже сидел Во время Когда мамочку Судили И брата Ему 10 лет Давали Он молодой Еще был Только Уверовал А впоследствии Когда освободился Он стал Моим мужем Слава Богу Но Бог Его Забрал Раньше Я очень Болела Когда была Замужем Мне Бог Подарил 16 Деток Девицы Новей Семь дочерей Слава Богу Детки Любят Меня Верующие Слава Богу Любят Господа Любят Народ Божий А сейчас Я хочу Рассказать Стишок Любить Любить Это Значит Жить Радостью Друга Страдать Его Горем Себя Забывать Тяжелую Пору Скорбей И Недуга Ему Бескорыстно Свой Труд Отдавать Любить Это Значит Прощать Со Смирением И горя Обиды В себе Не таить Любить Это Значит С Дороги Неправды С Великим Терпением Дороги Неправды К Добру Приводить Любить Это Значит Во Время Тревоги Спасая Людей Свою Жизнь Не Жалеть Кто Любит Кто Дышит Надеждой Бога Он Жив И Не Может Вовек Умереть Любовь Есть Чудесный Подарок От Бога Ценей Всех Сокровищ Ценей Всех Даров Где Весть О любви Достигает До слуха Пустыня Становится Краем Цветов Аминь Благословение Вам Братья Сестры Спасибо Слава Богу Братья Сестры У нас Время Молиться За Наши Благодарности И нужды У нас Нет Возможности Иметь Микрофон Сегодня Потому Все Нужды Которые Вы написали На вайбере Мы помолимся И Записках Которых Нет Тоже Помолимся Есть Одна Записка Хорошо И Все Что у вас Есть Вашим Сердцем Мы Принесем На руках Молитвы Перед Господом Читаем Записка Помолитесь За Таню Евич Она В госпитале С инсультом Чтобы сам Господь Вил Милость Это друзья Просят Помолимся У меня есть Просьба Есть такой Служитель Во Львове Анатолий Гук Я уже просил За его дочь Он снова просит Ей сделали Операцию В Польше Она проходит Там лечение Очень серьезная Болезнь у нее Внутренняя Ее зовут Соломия Просьба Помолиться За сестру Валю Бердникову Она просила Молиться И Молимся Братья и сестры За нашего брата Андрея Брата Бориса Стру Тамару И За всех Кто нуждается В прикосновении Божьем Я читаю Нужды Которые На Вайбере У меня есть Большая благодарность Богу Я просил молиться Были некоторые Проблемы на работе Но Бог все устроил И благословил Также у нас Есть нужда В доме Чтобы Бог устроил И благословил По его воле Благодарю Калачев Господь наш Мы благодарны Тебе за то Господи за тех Кто написал Господи Божий В записках Кто Господи Написал На Вайбере Благослови эти нужды Господь Народ Божий Каждый из нас Мы нуждаемся Боже мой Твоей Божьей милости Твоем Божьем исцелении Твоей Божьей помощи В руководстве Пусть Дух Святой Направит Наши сердца По Твоему Божьему пути Господи Боже Ты знаешь сокровенное Что в сердце человека Мы не знаем А Ты знаешь Тому просим По молитве Церкви Боже мой Помоги Каждой семье Каждому дому И каждому лично И пусть через это Прославится имя Святого Бога Как Отца и Сына Святого Духа Аминь Время общего пения Будет материальный сбор Церковный Скорый день Тот придет Скоро день Тот придет Где не будет Ни забот Ни печали Ни злоб Ни нужды Ни тревог Мир царит Странец святой Цвы не будет Никакой Что за день Нерадостный день Будет там Мир царит Странец святой Сны не будет Никакой Что за день Нерадостный день Будет там Что за день Будет там Когда встречу я Христа Он возьмет меня с собой Край небесный Неземной Руку даст он мне свою И я с ним туда пойду Что за день Радостный день Будет там Руку даст он мне свою И я с ним туда пойду Что за день Нерадостный день Будет там Там не будет Забот Мир и радость Не пройдет Ни болезни Ни слез Радость Радость будет Эт с конца Буду вечная Тогда Расслабля Царя Христа Что за день Радостный день Будет там Буду вечная Тогда Расслабля Царя Христа Что за день Радостный день Радостный день Будет там Радостный день Благословение Господь Благословение Господь И с работами И с бизнесами Господь Слава Тебе Мы благодарим Что мы можем Жертвовать Твое имя Господне И мы просим Благословить Финансы Для славы Твоей Господь Дабы имя Твое Благословенно Господь Тебе дабы Слава Отцу и Сыну Духу Святому Аминь Аминь Благословение 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 Стоишь на распути Один И временем гоним Ты должен выбрать путь Крест вдалеке Свет за ним Но пестрый манит мир Что выбрать Что забыть Не ошибись В выборе пути Много дорог Но ты одну найди И дай Бог Что укажет тебе И флиема звезда На дорогу Ведущую К храму Христа Дорога там Он поросла Но как же Ведь гадал Ты не ступал туда Но было Во все времена Где легче Там толпы Обман и суета Не ошибись В выборе пути Много дорог Много дорог Много дорог Но ты одну найди И дай Бог Что укажет тебе И флиема звезда И флиема звезда Наталья А ты не ступал туда И дай Бог Что укажет тебе И флиема звезда На дорогу, ведущую к храму Христа Не ошибись в выборе пути Много дорог, но ты одну найди И дай Бог, что укажет тебе Приема звезда На дорогу, ведущую к храму Христа К храму Христа Слава Богу! Слава Богу! Ты великий, мой Господь, Ты великий в чудесе Пред тобой устояются люди в борьбе Пред тобой звучат горы ангельских песен Да, прославит тебя на земле человек Да, прославится, зимаясь небесной полою Будет слава сlosа, россия, и ноги смей в nossas век, ты достоин ее, ты достоин ее, кто сравнится с Тобою. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Не ускоряйте жизнь и бель, Не заглушайте зов Господень Слепой поспешностью своей. Не торопите мне годы, Но как уставшего конца Остановите на Голгофе У жертвы Среднего Креста. Не торопите меня годы, Чтоб я успел поведать тем, Кому неведомы сегодня Спасенье радости во Кресте. Не торопите меня годы, Но дайте средь житейских бед В одни суровой непогоды Любовью ближнего согреть. Не торопите меня годы, Чтоб я успел поведать всем, Что от греха дарит свободу Христос распятый на кресте. Я буду в песнях славить Бога, Пускай звучит благая весть, Не торопите меня годы, Я должен петь, Я должен петь и буду петь, Я буду в песнях славить Бога, Пускай звучит благая весть, Не торопите меня годы, Я должен петь и буду петь. Слава Богу! Слава Богу, братья и сестры, Жизнь быстро бежит, И время очень быстро бежит. Не знаю, как вообще, Ну, для ваших проповедников, Для меня настолько тяжело выбрать тему. Я вот пока сидел, Я, наверное, пять раз поменял тему. Готовился, уже выбрал вчера, Все уже казалось, Ну, когда я выбираю, У меня там пять открытых отдельных страничек, И вот выбираю, выбираю, Потом уже все, я вчера уже выбрал, Сегодня поменял ее. Вы знаете, так хочется что-то вам сказать, Такое приятное и хорошее. Хочется, чтобы лица ваши поменялись. Я понимаю, что мы все очень серьезные люди, И у нас много вопросов, Много проблем, трудностей, Мы живем в интересное время, Когда одна новость страшнее другой, И если мы слушаем это все, У нас страх появляется в сердце, И поэтому мы озабоченные. Вообще у меня вопрос, Довольны ли вы вообще своей жизнью? Вы вообще счастливы или нет? Только честно. Знаете, не торопитесь, Не надо говорить да, Но мы же знаем, как нужно правильно отвечать. Ну, знаете, честно, Честно, если сказать, Смотря на лица наши, Я хочу сказать, Что мы очень, Ну, очень недовольны. Очень недовольны. И несчастливы. Ну, мне так кажется. Я всегда вспоминаю песню, Что мы все счастливы, Мы всех счастливее на всей земле. Кстати, в начале, Я бы вам рекомендовал пару песен Повеселее петь. Ну, не обижайтесь, Повеселее что-нибудь. Ну, например, такая песня, Ну, я помню, мы когда-то пели, День воскресный сегодня пред нами, Пусть возносится Богу хвала. И когда весь зал поет, Знаете, крыша поднимается. Ну, честно. Я вспоминаю таких очень много. Дорогие минуты нам Бог даровал. Помните песни? Ну, такие, что, Аж действительно все, Побудем на фаворе, И снова пойдем. Ну, я понимаю, Что есть и другие песни. И они все вовремя. Но в начале было бы неплохо Спеть пару таких песен. Пусть Бог благословит. Друзья мои, А что нужно для того, Чтобы мы были счастливы с вами? Ну, честно. Ну, вот что нужно для того, Чтобы вы были счастливы? Ну, обычно люди имеют, Говорят, вот если бы я купил Такую машину, Вот как у него, Теслу, Я бы уже тогда был счастлив. Вот тогда я был бы уже счастлив. Или мы смотрим, Глаза у нас разбегаются, Вот Ламбургини бы купить мне. Или Феррари. Или что-нибудь такое. Смотришь, купил, На второй день стукнули. И вся радость прошла. Ну, правда или нет? Друзья мои, Вот у нас, Вот если бы у меня был, Ну, девочки, Думаю, Если бы парень у меня нашелся Такой классный, Ну, красивый, Такой и такой, Мне было бы классно все. Нашелся, А потом раз и ушел. Если бы я работу нашел, Вот такую прекрасную, Вот которую я хотел, Я столько учился, Получил работу, А босс не очень хороший. Потом думаешь, О, Боже, Куда я попал? И деньги есть, и все. Друзья мои, Вот что нам нужно для того, Чтобы быть счастливыми? И вот, Я же говорю, Я вот сидел и думал, И вот решил назвать такую тему, В общем-то, Времени очень мало, Пару минут у меня осталось в принципе. Я взял и написал, Вернитесь к источнику. Вы знаете, Сегодня столько много источников. Люди сегодня, Ну, и я в том числе, У нас есть, Телефон во всех есть или нет? Или у кого-то нет телефона здесь? Ну, наверное, 15-летние и выше уже 100% есть телефоны, А может быть даже и с 12-летней. И люди постоянно находятся у источников. Согласитесь, Что все, что мы читаем, Что мы видим, это источники. И вы знаете, Бог с обидой говорит в языке, Иезекииля 2-я глава, Он говорит с обидой такие слова. Я сказал, Иезекииля, Иеремия. 2-я глава, простите. Вот. И он говорит такие вот интересные слова. 2-я глава с 13-го стиха. Ибо два зла сделал народ мой. Меня источник воды живой оставили, И высекли себе водоемы разбитые, Которые не могут держать воды. Вы знаете, Когда мы пьем, Есть рекомендация пить воду. Правда? Врачи все говорят, Нужно пить воду. И какую воду? Пепси-колу? Чистую воду. И мы стараемся, Если у нас есть фильтра, Мы стараемся фильтр поставить, Чтобы пить хорошую, нормальную воду. Мы стараемся, Чтобы питаться нормально. Правда? Мы знаем, Что такое органик. Сегодня раньше когда-то, Мы смотрим килокалории. Ну, так иногда люди смотрят. Люди хотят жить. Люди хотят хорошо жить. И люди знают, Что нужно пить воду. И вот вчера София пришла домой, Алла спрашивает, Ты воду пила? Дай стаканчик воды. И в другой раз только голова начинает болеть сразу раз, Чистой воды. Но не пепси-колы, не сок, ничего, А чистой-чистой воды. И вот Бог говорит, Ибо два зла сделал народ мой. Друзья мои, Это касается каждого из нас, И в том числе меня. И вопрос, Вернитесь к источнику. Это касается меня. Или какая наша цель в жизни? Друзья мои, Я взял и посмотрел. Смотрите, Христос говорит Иоанна, 17 глава, 14 стих. Это первосвященническая молитва, Так называют ее все проповедники, Все христиане называют. Это первосвященническая молитва. И один стих я читаю. Я прославил тебя на земле. Совершил дело, Которое ты поручил мне исполнить. Христос знает, Что прошло совсем, Пройдет немножко мало времени, И он будет распятым. Он будет распятым. Жизнь его заканчивается. И он как бы подводит итог. И он говорит Богу, Отцу своему, Я прославил тебя. Не думал прославить тебя, Не хотел, А прославил тебя. Совершил дело, Которое ты поручил мне. Друзья мои, Мы задавались вопросом, Вообще когда-нибудь, Что поручил мне лично Господь? Ну вот, Опять же, Не потому, Что вот, Ах, как все таки я. Вот мы в толпе идем. Нет. Вот лично для меня. Вот что я делаю? Понимаете, Для того, Чтобы быть счастливым, Нужно найти предназначение свое. Христос, Он всегда говорил и подчеркал, Что я пришел не свою волю творить. Мы верующие люди. И Бог, Когда нас создавал, Он имел какую-то определенную цель для каждого из нас. Но мы чаще живем просто так. Живем и живем для себя. И вот у нас мечты, У нас желание. Вот я дом новый поставлю. Вот машину куплю. Закончу университет. Работать начну. Замуж выйду. Женюсь. И каждый день меняются наши цели. Но есть, знаете, Это нормально иметь цели. И нормально иметь планы. Вот сегодня один брат говорил, Что у Бога есть план для тебя. И для меня, и для тебя. Но насколько мы сегодня понимаем это. Но для того, чтобы услышать голос Божий, Должна быть тишина. Ну скажите, ну какая может быть тишина, Когда у нас телефон работает 24 часа. Или телевизор работает. Или радио работает. И мы никогда не имеем времени. Мы садимся в машину, Сразу быстро включаем радио. Чтобы послушать, что говорят. А ничего хорошего не говорят. Правда? Или что-то хорошее говорят. Да ничего хорошего не говорят. Я радио стараюсь не включать. Ну включу, другой раз интересно. Что же там происходит в Украине? Что там с Россией? Что с коронавирусом? Что с обезьяной оспой? Что с другими? Все время одно и то же. Все больше и больше и больше. И люди не знают маски одевать или снимать. Идти прививаться или еще один пойти раз привиться. И люди хотят сохранить свою жизнь. Но, друзья мои, жизнь так и рано или поздно все равно закончится. Сегодня или завтра она закончится. И нам нужно будет предстать пред Богом. И Бог посмотрит в глаза наши. И мы посмотрим в его глаза. И он скажет, что ты сделал? Какая у тебя была цель в жизни? Ты прожил двадцать, тридцать, пятьдесят, восемьдесят. Бабушка вышла восемьдесят семь лет. Прекрасный возраст. Пусть Бог благословит. Пусть еще живет и радуется. Прославляет Господа. Друзья мои, но что я сделал для Бога? В чем смысл моей жизни? Кому я рассказал об Иисусе Христе? Вот сегодня браток вышел, он говорит, что он работает сегодня. И он рассказывает людям об Иисусе Христе. Я был, может быть, не помню, сколько лет тому назад в Украине. И в одном молитвенном доме я увидел такую надпись. Я ее когда-то рассказывал. Не знаю, может быть, и вас даже рассказывал. И там была надпись. Христианин, сегодня утром. Молился ли ты? Ну, мы обычно молимся. Да, хорошо. Христианин, допустим, читал ли ты Библию? Ну, стараемся, думаем хотя бы во всяком случае. И третий вопрос был. Молился ли ты сегодня, чтобы Господь послал тебя навстречу человека, которому бы ты рассказал об Иисусе Христе? Я думаю, нет, я не молился. Ведь это моя цель. Я приехал на служение, на миссию. Я буду сегодня, может быть, где-то проповедовать. Но я даже об этом не молился. Мы встречаем людей, кажется, нам... Ну, человек встретился случайно, какая проблема? Встретился и все. Нет. Бог посылает нам людей. И некоторые смотрят, что ты пристаешь к человеку? Да нет. Может быть, твои несколько слов спасут жизнь человека. И мы знаем такие случаи. Много раз люди свидетельствовали, когда у них было уже все. Они уже решили свести счеты с жизнью своей. Но Бог посылал человека навстречу. И Он говорил несколько слов. Для нас скажут, что это ерунда. Это вообще ничего. Знаете, апостол Павел говорит, что мы проповедуем Христа распятого. Для некоторых это ересь. Вообще, ну как это? Бог, Он его распяли. Ну, что это за Бог такое? Для некоторых это безумие. А для нас это сила Божья. Для спасаемых сила Божья. И тот человек, который сегодня ищет спасение от своих проблем, от своих трудностей, их переживаний, ему несколько слов с нашей стороны. И человек ободрится. Человек поймет, что это ответ от Господа, друзья мои. Поэтому, какая наша цель? Христос говорит, я прославил тебя на земле. Совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Роберт Рождественский поэт пишет такое. Между датой рождения и датой смерти кто-то поставит тире. Тонкий прочерк, осколок пунктира за пределом положенных дней. Руки мастера неотвратимо выбьют минус на жизни твоей. Ты живешь, негодуешь, пророчишь. Ты кричишь и впадаешь в восторг. Так неужто малюсенький прочерк не простой тире, а итог? Рано или поздно нам нужно уйти. И когда-то один человек сказал, тоже, как мы понимаем, светский, говорит, жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно вспоминать о бесцельно прожитых годах. Знаете, мы живем, как будто нам еще 150-250 лет жить. И я так иногда замечаю за собой. Так нельзя, надо остановиться, надо подумать. Писание нас всегда призывает, Иисус Христос сказал такие слова, «Исследуйте Писание, и вы думаете иметь через них жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Апостол Павел говорит, вникай в себя и в учения, и занимайся с ним постоянно. Оказывается, если мы начнем этим заниматься, у нас не будет времени на эти вот разбитые источники, которые никогда не прекратятся. Мы все не переслушаем, мы все не пересмотрим, потому что вот у нас источник жизни. Но как мы хотим, чтобы вера у нас увеличилась? Вера от слышания. Не просто от слышания, а именно от Слова Божьего. И поэтому нам нужно стараться вникать в Писание и проверять свою жизнь. Знаете, это как мы подходим к зеркалу и смотрим. И мы видим, что что-то у нас не так. Ну, апостол Яков говорит. Человек иногда подходит к зеркалу, посмотрел свои недостатки, повернулся и пошел. Но мы должны с вами не так подходить. Мы подходим, мы приводим себя в порядок. Может быть, нам нужно что-то исправить, поправить. Друзья мои, как важно в нашей жизни помнить об этом. Христос говорит дальше. Я передал им Слово Твое. Христос нам передал Слово. Он не говорил то, что Ему хотелось. Как часто мне хочется что-то рассказать или показать. Но важно передать Слово Божие. Это серьезный вопрос. Поэтому, друзья мои, нам нужно, если вы в правильном источнике, пусть Бог благословит вас. Но, может быть, нам нужно сегодня вернуться к правильному источнику. Вот это, откуда течет вода живая. Не какие там воды, соки, все остальное. А есть чистая вода, которой нуждается организм. И организм начинает улучшать свою работу. Друзья мои, как важно нам, церкви, понять, что у нас есть предназначение. Я недавно прочитал один рассказ за одного молодого человека, который был молодым человеком. Он уже сегодня живет в Германии. Его зовут, он еврей, Энджело. И я специально нашел эту статью, но за недостатком времени читать не буду. И он рассказывает, говорит, как я остался жить. И он говорит, что когда в 43-м году немцы взяли всех евреев и отправили их в Аушвиц. Знаете, был такой концлагерь. И, говорит, отправили нас. Была сильная зима. Очень было холодно. Настолько было холодно, что просто согреться было нечем. И они нас привезли в поездах, в товарных вагонах. И оставили там на несколько дней. И в эту ночь, говорит, особенная была сильно холодная ночь. Снег шел очень сильный. И, говорит, настолько сильный, что дышать было нечем. Люди просто замерзали. И, говорит, я увидел одного дедушку, еврея, который рядом сидел возле меня. И он просто умирал. И, говорит, мне стало так его жалко. Его все любили в нашем городе, небольшом городке. И, говорит, я подошел и начал его растирать. Я начал его растирать. И, говорит, дедушка не умирай, дедушка не умирай. И, говорит, я его растирал постоянно и руки, и лицо, и ноги. И все время, я всю ночь возле него стоял, говорит, это была настолько ночь была темная. Света нигде не было. И, говорит, снег сыпал через щели, был ветер дул, завывало все. И, говорит, я так всю ночь возле этого дедушку. Я ему говорил, не умирай, не умирай. Он говорит, нет, сынок, я не умру. И, говорит, я его тер. Я его постоянно с ним работал. И, говорит, утром, когда начало рассветать, я оглянулся. Он говорит, я ничего не увидел, кроме мертвых тел. Все до одного человека были мертвые. Остался живой только я, потому что я растирал всю ночь дедушку этого. И дедушка, потому что я согревал его. И, говорит, я понял одно, что только тогда, когда мы отдаем себя, отдаем свое, вот тогда мы можем получить благословение. Вот тогда мы можем согреться. Друзья мои, как важно в нашей жизни понимать, что кто-то нуждается в нашем внимании, кто-то нуждается в нашей помощи, кто-то нуждается в нашем участии, чтобы мы что-то сделали. Псалом, который я пою, последний путь жизни, тот путь на Голгофу. Иисус обессиленный крест свой несет. Избитый, поруганный этой дорогой, последним страданием Голгофе идет. И там есть такие слова, когда, помните, мы читаем, что когда он шел, возложили крест его на Симона. И, конечно, я понимаю, это поэзия здесь нигде не написано, что так было, но в этом псалме такие слова, что поднял Иисуса слезами глаза, то есть когда возложили этот крест на Иисуса Христа, и взгляд благодарный к нему устремляет. И слова такие, забудет ли Симон тот взгляд? И ответ, никогда. Он никогда не забудет. Один взгляд Иисуса Христа. И там такие слова, так часто проблемы бывают нашего друга. Так часто бывает, страдает наш брат одинокий. И плечо подставляем под крест свой любя. С твоей стороны небольшая услуга. Подойди, скажи слово доброе, поддержит его. Сколько людей говорили, что одно доброе слово, которое человек сказал, просто руку на плечо положил и сказал, Господь любит тебя. Держись, брат. Не сдавайся. И Господь выйдет навстречу. Друзья мои, вот это тот источник, с которого мы должны пить. Но чтобы мы могли это сказать, нам нужно иметь самим. Если у меня нет в кармане ничего, я ничего не смогу отдать. Я ничего не могу дать. Я могу только отдать то, что у меня есть. Поэтому Бог сегодня предлагает тебе, приди к моему источнику. Начни пить воду. Бери даром. Оно ничего не стоит. И когда человек начинает пить, у него появляется жизнь. Энергия. У него приходит счастье. Потому что, друзья мои, ничем мы не можем заменить общение с Богом. Написано, что когда Бог человека создал, то Он создал его по образу и по подобию своему. Вдыхнул дыхание жизни. То есть, самого себя дал. Мы когда каждый раз в воскресенье, в месяц, мы участвуем в преломлении или воспоминании, мы берем плоть и кровь Иисуса Христа, как бы становясь символически одним с Ним. И нам не хватает его. И если мы только это делаем один раз в месяц, то этого мало. Мы должны жить в Ним. Мы должны стараться ходить в Нем. И стараться, чтобы Он был с нами. Поэтому будем пить из Него. У меня нет времени говорить всю пищу, всю проповедь свою. Но один только текст, прочитаю еще. Христос говорит, моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его. Вот, что Он хотел сделать. У Него есть пища. Вы помните, когда это было? Когда Он с Амарианкой сидел. Приходит, на, покушай. А Он общение с Богом. Он общение с Отцом имеет. И Он говорит, я не голодный, я уже поел. То есть, для нас это непонятно, физическая пища нужна для нашего тела. Но когда мы имеем общение с Богом, у нас появляется радость. Мы знаем, что у нас есть цель в нашей жизни. Поэтому, друзья мои, пусть Бог благословит каждого из нас, чтобы мы пересмотрели свои отношения с Богом. Тогда придет радость. И смотрите, что получилось с Адамом. Часто она говорит, Бог ушел или Бог не отвечает. Но когда мы читаем за Адама, то написано, что Бог по своей привычке в прохладе дня приходил, и Он искал человека. И написано, что Адам говорит, я услышал тебя. Я убоялся, я скрылся. И Бог сразу понял, почему человек прячется, почему человек уходит. Грех. Потому что человек согрешил. Сегодня Бог нас призывает через Слово Свое Святое, чтобы мы пришли к Нему. Чтобы мы взяли эти источники, начали пить оттуда эту воду живую, которая дает нам жизнь. Потому что без воды люди умирают. И поэтому никто, когда человек больной, не дает ему, как я уже говорил сегодня, всякие напитки другие, как только чистую воду, чтобы человек ожил. Друзья мои, пусть Бог благословит нас. Я не буду больше говорить, потому что время наше убежало. Я только скажу одно, что мы должны вернуться к источнику. И Бог говорит, ибо два зла сделал народ Мой. Меня, источник воды живой, оставили. Высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Если разбитый источник, сколько не набирайте туда воды, она держаться не будет. Мы пришли сюда в церковь. Мы с вами сидим. Здесь говорится Слово Божие. Но если ваш источник разбитый, если ваш источник перевернутый, если ваш источник переполненный уже, туда ничего не войдет. Сколько не лейте, а если источник перевернутый, он занят другим. И иногда, знаете, люди сидят, а их здесь нету. Они находятся где-то далеко. Поэтому вернитесь сегодня. Пусть Бог благословит всех нас. Мы поблагодарим Господа за это прекрасное служение. И помолимся, чтобы Бог благословил нас. Чтобы Господь дал нам силы вернуться к источнику настоящему. Источнике воды живой. Где мы получим жизнь. Наша жизнь обновится. И мы будем идти радоваться. И никакие вот эти вот временные, как нам иногда кажется, приобретения или наши цели, которые мы получаем, сколько бы мы не достигали, они всегда будут как, знаете, горизонт. Ты приближаешься к нему, а он удаляется. Ты, кажется, уже вот рукой можешь потрогать. Отошел дальше, он снова ушел. Только в Боге счастье. И в Боге есть спасение. И поэтому для нас вот это Слово Божие – это наш источник. Благослови нас всех, Господь. Аминь. Будем молиться. Господь, слава Тебе, собрание, которое Ты нам дал. Слава Тебе, Боже, за то, что Твое Святое Слово, оно продолжает. И продолжает, Господи, говорить нам через Твое Божие, Господи, желание, чтобы я обращу внимание на то, что Господь, 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 мои пожелания будут исполнять Твои, чтобы хоть мои пожелания будут Божьим пожелания, чтобы Божьим пожелания, чтобы Тебе и освящаться. И нести Евангелие людям этого мира, которые нуждаются сегодня, чтобы кто-то им сказал о Великой Божьей и Господе. Ты сошел в эту тему и принялся Господь. Спасение людям. И дал нам это спасибо. Слава Тебе, Боже. Ты хочешь, чтобы и я, Господь, Боже, были проходить. Ты принес, принес, принес. Я 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 принес. Боже, мы благодарны Тебе, что мы можем находиться сегодня в присутствии Твоем. Господи, мы находимся сегодня в тишине, и мы можем внимательно послушать, что Ты хочешь сказать мне и каждому из нас. Боже, я знаю, что Ты настолько возлюбил этот мир, что отдал Своего единственного Сына Иисуса Христа ради меня и ради моего спасения, за что слава Тебе. И мы куплены дорогой ценой, и мы не Свои, так написано. Но как часто я об этом забываю и живу, как будто я принадлежу себе, и Ты вообще не существуешь. Но когда трудности, переживания, тогда я ищу Тебя и удивляюсь, почему Ты молчишь. Господи, прости. Прости каждого из нас и помоги нам, Боже, поступать разумно и правильно. И иметь с Тобой общение каждый день, как со своим другом. Проводить время с Тобою. Исполнить волю Твою и святую в жизни своей. Потому что каждому из нас Ты дал предназначение. Не чтоб мы жили для себя. Чтоб мы не жили, как нам захочется. А чтоб мы старались познавать, в чем есть воля Твоя угодная и совершенная. Слава Тебе и хвала Тебе за Твое долготерпение. Благодарим и славим Тебе, что Ты продолжаешь любить нас и миловать. И не отнимаешь милости Свои от нас, от домов наших, от детей наших. Слава Тебе. Господи, помоги нам вернуться к источнику. Боже, мы находим время на все. Но как часто у нас нет времени для того, чтобы помолиться. Как часто у нас нет времени, чтобы пообщаться с Тобой, почитать Твое Слово, вернейшее, пророческое, которое нас доведет до желанной цели. Как часто, Господи, у нас нет времени пойти в церковь на поклонение Тебе, пообщаться со святыми Твоими, Господь. Прости. Благослови, Боже, дай нам вернуться к Тебе и искать источники в Тебе, как мы поем, «Мои источники в Тебе, мой Бог». И оно действительно так мы испытывали не один раз в своей жизни. Благослови, церковь Твою. Чтобы в это тяжелое и трудное время, когда вокруг столько непонятного, мы были спокойны. Чтобы мы знали, что Ты контролируешь ситуацию. Что Ты царствуешь. И поэтому тверда вселенная не поколеблется. И ничего не происходит без Твоей воли, без Твоего согласия. Поэтому мы благодарны Тебе, что Ты царствуешь. Аллилуйя Тебе. Благослови, церковь, друзья Христовые. Господи, пусть они будут настоящими друзьями. Все до одного. От самого того человека, который сидит в последнем ряду. И, может быть, вот здесь вот до пастора. Господи, чтобы не только мы знали Тебя, но чтобы Ты знал нас по имени. Аллилуйя Тебе. Чтобы в день, когда Ты придешь, чтобы Ты мог назвать меня по имени и сказать, войди в радость Господина Твоего. И это не моя заслуга, не потому что я такой хороший, а потому что Ты купил нам спасение. Слава Тебе. Хвала Тебе. Честь Тебе и поклонение. И мы приняли это спасение. И радуемся в Тебе. Будь благословен и будь прославлен. Жизнь продолжается. Храни нас в совершенном мире, Господь. Да будет имя Тебе благословено и прославлено, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш, сущий на небесах, да подавай нам в день и прости нам, долгий наш, как и мы прощаем Твое, и не вреди нас во искушение, но избавь нас, как и на небесах, ибо Твое исцарство, и сила, и слава Твое. Будем радоваться, братья и сестры. Прочь уныние и страх. Принял нас Господь в объятия. Это правда, братья и сестры. И будем радоваться не потому, что собрание уже заканчивается, а потому, что мы получили благословение в этом собрании. И действительно, как с храма река течет, вот с храма вытекает, и куда не идет та вода, написано, что воды делаются какими? Здоровыми, да? Когда мы наполняем наше сердце от Господа, от Его Слова, от Его благодати, наша жизнь становится здоровой жизнью. Пусть Бог благословит всех нас. И я получил много благословения в этом собрании. Надеюсь, вы тоже. Я вспомнил бабушку Анну, столицу, 84 года ей было. Написано, она служила Господу постом и молитвой день и ночь в храме. Вот служила. Сестра вышла 87 лет и послужила сегодня нам. И так приятно. Пусть вас Бог благословит, сестра. С ваших уст вот такая теплота полилась. То Слово, которое Господь дал нам, чтобы мы действительно были наполнены любовью. И пусть этот источник любви будет в каждом из нас, как мы слышали в проповеди. Я делаю объявление, братья и сестры, у нас в вечернее служение будет членское собрание. Поэтому много было гостей, много программы. Немножко мы затянули как бы служение. Но я бы сказал, не затянули, продлили. Затянули это, когда можно было закончить, а мы тянем. А когда есть что-то хорошее, тогда мы продлеваем, а не тянем. Поэтому мы сегодня не затянули, а продлили служение. Но я делаю объявление, в вечернее будет членское собрание. Мы будем проводить испытания, как мы говорим, тех наших сестер, братьев, которые будут принимать водное крещение. Поэтому для всей церкви, я прошу, для всей церкви, членов церкви, надо прийти сегодня вечером на 6 часов для такого служения. Это, во-первых, приятно нам всем увидеть наших молодых сестер и братьев, которые будут заключать завес, послушать, что они будут говорить нам. Поэтому мы тоже будем участвовать в их, будем их принимать в члены церкви. Поэтому пусть Бог благословит нас. Для брата Павла. Брат Павел Юсько, он улетает на Украину. Когда-то 11 числа улетает на Украину. И будет там служить. И у нас есть возможность благословить через брата Павла наших братьев, сестер на Украине. Поэтому после служения там есть ящик. Подойдите, что вы пожертвуете. Мы абсолютно все, то передадим брату Павлу, чтобы он повез там, где он будет служить. Пусть Бог благословит вас в этом. И также заступает шреда третьего отделения. Это молитва. Мы молимся за гонимые церкви и молимся за миссионеров, которые трудятся. Вот и брат Павел поедет на Украину, там потрудится. И во всех других местах, в опасных местах, где миссионеры, мы за них молимся. Это в пятницу также у нас будет на 7 часов вечера молитва. В следующее воскресенье, если Бог позволит, мы будем иметь воспоминания смерти нашего Господа Иисуса Христа. У нас будет вечеря. В субботу. В субботу у нас будет водное крещение. На 9 часов утра. Братья и сестры, в 9 часов утра мы начинаем водное крещение. Я вчера уже, не вчера, в четверг говорил молодежи, если кто-то из тех, которые хотят принять водное крещение, опоздают, мы им будем преподавать в следующем году крещение. Так что, если вас в 9 часов не будет, знайте, что в следующем году вы будете тогда принимать крещение, тоже, наверное, в 9 утра. Посмотрим, когда сбоку жизни, как будут обстоятельства. И, братья и сестры, я просил бы, чтобы мы туда все вовремя приехали, потому что там, после нас, еще одна церковь, Дорога до Бога, Украинская церковь, они тоже будут совершать водное крещение, уже после нас, у них там на 11 назначено. Поэтому надо приехать пораньше, всем нам, чтобы мы вовремя начали, там, мы уже договорились, те места, где мы занимаем, мы их будем занимать, и где будет Дорога до Бога, я с пастором все вопросы выяснил. Но наша молодежь туда поедет пораньше, где-то к 6, наверное, утра поедут, надо приготовить, все разобрать, там в 6 открывается. Я думаю, в 6.30 там надо быть, чтобы уже все устроить. Это что касается водного крещения, и весь день мы будем там, в парке находиться для общения. И также у нас есть трое братьев, которые переходят с подросткового служения в молодежь. Я хотел бы их пригласить. Мы будем в конце молиться, помолимся и за них. Извиняюсь, еще одно, я упустил объявление для молодых семей. Молодые семьи. И у нас будет 22 августа выезд на океан. Там у нас каждый год проходит общение служителей, орегионовских церквей, и заодно там будут наши молодые семьи. У вас есть привилегия там побыть, братья будут с вами вас посещать, проповедовать для молодых семей. У вас есть время, хорошо там провести время, отдохнуть. Вы знаете, вам объявляли, подходите, те, которые в молодых семьях, записывайтесь, кто не записался. У нас есть согласие в церкви помочь и также финансово молодым семьям, потому что это все стоит деньги, и у нас есть согласие помочь. Поэтому воспользуйтесь такой привилегией. Итак, я сюда приглашаю Игоря Шевченко. Где Игорь Шевченко есть, пожалуйста. Артем Багнюк. Есть Артем Багнюк? Проходи сюда. И еще одно. Влад Демиденко. Где Влад Демиденко? Есть? Есть. Так, где Андрей? Изаита. Андрей, пройди сюда. Я хотел бы, чтобы Андрей вручил эти сертификаты братьям. Братья, поздравляю вас. Братья, мы сейчас, когда будем молиться, пусть братья чуть постоят, мы помолимся и благословим братьев. Молодых братьев, которые так незаметно выросли, были в подростках, уже в молодежи. Братья, пусть вас Бог благословит, чтобы вы были активными в молодежи, чтобы вы в церкви трудились, чтобы на вас пребывала сила Божья. Написано юношам, что вы сильны. А почему сильны? Слово Божие в вас пребывает. Пусть оно в вас пребывает. Божье слово. Еще одно из объявлений. И мы приняли, можно сказать, как приняли, имели беседу. И к нам попросили члены церкви. Это Виталий Кольчук, его жена, сестра Света, их трое деток, которые уже члены церкви. Это Давид, Таня и Тамара. Правильно я сказал, да? Пожалуйста, встаньте, вся семья, встаньте, чтобы мы еще раз вас увидели. Вот брат Виталий, его жена, их детки, они имеют хорошую, прекрасную семью, шестер деток. Пожалуйста, присядьте на минутку. Мы за них помолимся, братья и сестры. Мы не нашли причин, чтобы было препятствия принять их в члены церкви. Брат Виталий трудился на Украине. Он нес там дьяконское служение. Это семья, которая трудилась для Господа. Они есть благословениями для нас. Поэтому мы согласны принять, братья и сестры? Согласны. Слава Богу. Конечно, мы примем члены церкви, благословляем их за них, тоже совершим молитву. Также на этой неделе молодежь наша едет на кемп. Мы помолимся за молодежь, чтобы Бог хранил их. Вся неделя они будут находиться с понедельника по пятницу на кемпе. Там буду я находиться несколько времени. Братья другие подъедут. Пусть Бог благословит и хранит нашу молодежь. Давайте встанем на наши ноги и закончим служение молитвой и благословением. Боже, мы благодарим Тебя, мы славим Тебя, мы поклоняемся Тебе, Богу нашему, Царю нашему. Несем всю славу, хвалу и поклонение. Ты достоин славы. Боже, мы благодарны Тебе за это служение. Мы благодарим за то, что мы получили благословение в этом служении. Боже, Ты к нам говорил, обращался, слава Тебе за это. Мы благодарны. Боже, в этой молитве мы просим Тебя. Боже, благослови семью Кольчуков, брата Виталия, его жену Светлану, их детей, Господь. Они стоят членами нашей церкви. Господь, я верю, они будут благословением для нашей церкви. Я прошу, Господь, пошли всякие устройства здесь, в Америке. Они только недавно приехали с Украины. Боже, устрои их жизнь здесь. Пусть во всем будет Твое устройство благословения. Мы просим о здоровье для брата Виталия. Господь, он нуждается в этом. Господь, укрепи его, укрепи его телесно. Пусть, Господь, все органы его тела работают прекрасно. Пусть, Господь, все будет то, что сегодня беспокоит его, оврачено Тобою. Мы просим во имя Иисуса Христа, духовно благослови всю эту семью, Боже. Мы просим во имя Твое. Благослови наших братьев, молодых братьев, которые сейчас стоят при церкви. Они были подростками, тинейджер. Они перешли в молодежное служение. Боже, благослови, братья, чтобы они там трудились. Чтобы они были благословением для нашей молодежи, благословением для нашей церкви, благословением для их семей. Боже, там, где они живут с родителями. Благослови, во имя Твое просим. Молодежь нашу благослови, Господь, которая поедет на кемп. Пусть Твоя град охрана будет над ними. Пусть они там переживут, Господь, еще больше, ближе с Тобою. Молитвы там благослови. Все служения, которые там будут проводиться, Боже, благослови. Их отдых благослови. Предстоящее водное крещение, Господь. Устрой и благослови. Это мы просим во имя Твое. Благослови также, если Ты поможешь нам совершить служение, воспоминания смерти Твоего воскресения. Также благослови. Всю эту неделю благослови. Брата Павла, который полетит на Украину. Также благослови в его служении. Господь, пребудь со всеми нами. Пусть имя Твое прославится. Вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Благодать Господа нашу. Иисуса Христа. И любовь Бога Отца. И общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Братья и сестры, мне не подавали записку. Звонили, что должны были с Айдаху приехать для репцентра пельмени продавать. Я не знаю, если приехали, то там они будут их реализировать. Можете принять участие, купить.